здравствуйте дорогие друзья с вами программа фокус на человека бывают жизни ситуации когда взрослым людям необходима поддержка друг друга болезни утраты жизни разное случается и бывает так что мы пытаясь поддержать друг другу на самом деле раним наших близких и наших самых любимых людей как сделать так и какие нужно слова говорить для того чтобы эта помощь наша эта поддержка дошла до адресата для того чтобы разобраться в этой непростой теме я пригласила опытного психолога с 30-летним стажем психодраматиста группового тренера обучающего тренера гузеля льдусу на ахметову здравствуйте к за льдусу на у нас сейчас такое время в котором ну коронавирус на его сейчас уже называют да в котором действительно жизнь преподносит самые разные ситуации когда близкие тяжело болеют когда они уходят и не всегда оказываемся мы готовы не к тому что вот такие экзистенциальные вещи происходят да да в принципе даже если не коронавирус но это всегда происходит до жизнь конечно это надо понимать вот и как раз в этой ситуации бывает очень сложно услышать что же хочет тот человек которому сейчас нужна помощь давайте вот об этом поговорим прямо с самого начала достаточно тема актуальная потому что специально нас никогда не обучают оказывать такую эмоциональную поддержку и вольно или невольно можем ранить другого чая и оказать такую поддержку после которой ему станет еще хуже мы с таким сталкиваемся такое бывает поэтому немножечко если возможно добавить грамотности в этом вопросе давайте использовать это речь идет если я правильно понимаю вообще в принципе об эмоциональной поддержке да это же все как бы относится к ней что это такое вообще в для людей которые далеки от психологии но если мы немножечко посмотрим так более общее то человек это создание коллективное и мы не можем выживать в одиночестве нам очень важно в разные моменты своей жизни оказываться рядом с кем-то кто может нас понять есть такое выражение что человеку нужен человек особенно когда ему сложно эмоциональная поддержка это такое действие это такие слова которые оказывают подсказывают человеку говорят ему что он не один он не один его переживания замечены его боль страдания или какие-то сложности замечены есть люди которые готовы с ним разделить эту боль и таким образом немножечко смягчить вот слово разделить да вот именно такой вот я так услышал для себя как будто ключевой разделить эту боль как будто бы забрать чуть-чуть а вот на себя за чувствия со переживания то есть это со означает я с тобой я разделяю твои чувства я разделяю твои переживания вот это как правило это то что мы горим первую часть я сочувствую тебе сопереживаю тебе я вот встречалась такими ну скажем так разговоре люди говорили о том что они стесняются проявлять вот это сочувствие действительно так бывает если мы посмотрим что здоровый человек это как бы норма болезнь воспринимается не нормой это не нормально и у нас есть немножко такие вот установки что я не нормальный со мной что-то не так как американцы говорят да я не окей и это стыдно в этом есть что-то что чем не принято гордиться это то что принято прятать скрывать нас смущает этот факт что мы больны и мы таким образом вот ненормальный и этот стыд он передается еще и другому то есть мы как чувствуем просто его до получается те кто здорово вспоминаем и свой опыт что мне было неудобно когда я болел ну смотрите элементарная ситуация он сидим на работе тут очухнул ему неловко потому что он понимает что это может быть признаком болезни что это может быть опасно особенно наше время сейчас да и вот это чувство неловкости оно порождает еще и чувство тревоги и неловкости у тех кто рядом оказался и вот соприкосновение с болезнью оно вот как раз его вызывает такие чувства неловкость я не знаю что сказать и я понимаю где-то подсознательно понимаю что человек раним и уязвим в этот момент я начинаю задерживать а что именно сказать что она может дать если она правильно оказана о чем мы чуть ниже поговорим что она может дать болеющему человеку или человеку который находится в состоянии утраты ну в первую очередь это понимание того что он принят его не отвергают из-за вот это его либо его болезни либо его проблемы что ты по-прежнему для меня ценен и интересен я не буду избегать общения с тобой я сочувствую тебе я тебе принимаю принятость не исключаемость а вот особенно в подростковой среде считается что такие состояния ну скажем подростки же тоже болеют разными вещами там иногда это может быть просто я не знаю рухнувшая первую любовь да и в котором который ребенку тоже подростку нужна помощь у подростков она еще более обострено потому что у них вот это я и ты мы и вы вот это вот какая-то не клановость но деление на группы она еще более подчеркнуто у взрослых она как-то нивелируется тем не менее что я такой какой есть со своими болезнями проблемами сложностями может быть опасностями которые я для тебя могу нести ну вот в период нашей сейчас пандемии тем не менее ты остаешься со мной и для меня это очень важно потому что ну одна из самых сильных проблем экстенциальных проблем проблема одиночества нам страшно оказаться в изоляции нам нужно что у нас принимает даже вот таким как мы есть и ты про любовь и при принятии это вот про очень важные вещи если этого нет то болеющий человек он даже выздоравливает медленнее потому что это эмоциональный фон это душевные силы это смысл я для кого-то нужен вот как раз да об этом я спрашиваю что человек получает когда болеющий когда он получает эту помощь да то есть возможность повысить свой эмоциональный фон возможность соответственно быстрее выздороветь обрести силы да немножко так вот человек раскрывается немножечко опору под ногами какую-то обретает и на самом деле это может действительно способствовать его либо выздоровление или либо удлинение его дней либо наоборот если человек там в утрате то он может быть быстрее выйдет из этого состояния вот кстати об утрате я читала и на на лекции говорили о том что утрата состояние потери утраты независимо ну как бы в общем то как бы цинично это не звучало там это близкий человек ушел из жизни или это распались отношения очень длительные крепкие то то речь идет о годе то есть раньше года ничего не то есть надо этого человека поддерживать течение года это так но что мы переживаем утраты она действительно может быть синагода это не только год может быть это может быть детремeeee myioет четыре и пять человек продолжает откликаться на то что у него была продолжает откликаться на чувство вины внутри себя на то что нас остался без без потери там очень очень большой клубок там может быть обиду Там может быть и собственная вина, там может быть и собственная уязвимость, беззащитность. Много всего. Поэтому, да, на это действительно нужны годы. Есть люди, которые вообще не позволяют себе жалеть. И то, что их, условно говоря, заподозрили в том, что ему нужна помощь, может напротив его ранить, задеть его какую-то самооценку. Поэтому здесь очень важно быть еще и настроенным на человека. Понимать, на какой он волне. Вот это вот очень важный аспект, как раз и касающийся того, что мы можем, ну, что называется, как слон в посудной лавке натворить дел, да, пытаясь оказать помощь. И вот интересная статья была, где автор собирала обратную связь у онкобольных. И, собственно говоря, опубликовала. То есть, ну, условно говоря, я оказываю такую поддержку, говоря такие слова, и думаю о том, что вот они произведут такое впечатление, а на самом деле, человек говорит, совершенно другое, да, то есть, ну, там, что я не могу сам в интернете посмотреть, вы что думаете, если я болею, то у меня мозг больной, я что-то такое... Ну, то есть, там еще острее все, конечно, воспринимается. Здесь есть такое явление, что болеющие люди, особенно если они болеют долго, там мы всегда говорим о таком явлении, как депрессия. Снижение эмоционального фона, усталость, повышенная раздражительность. И очень часто человек, который искренне пытается как-то поддержать, он предполагает, что смысл его фраз читается однозначно. Ну, очевидно же, что я хотел поддержать. Но вот это депрессивное состояние, оно может немножко преломлять смысл. Человек иногда даже не подозревает о том, что он сказал одно, при этом предполагая определенный смысл. А воспринимающая сторона вообще в другом смысле это все восприняла. Да, такие исследования есть, прям создаются такие каталоги, систематизируют ошибки. Да, такие работы проводятся. Хорошо, если говорить, ну, что называется, о технике, ну, в принципе, это так и есть. Это техника безопасности, оказание поддержки своего рода, да? Вот, а какие там существуют правила? Одно из самых важных правил, не пытайся обесценить то переживание, которое человек испытывает. А что, какие это слова? Например, у нас это очень часто встречается. Не переживай, не болей, не грусти. То есть не чувствуй того, что ты чувствуешь. И это самая прямая фраза, которая переворачивается сознанием слушающего. Не будь таким, какой ты есть сейчас. Какой ты есть сейчас. То есть я тебя не принимаю таким, как ты сейчас есть. Ты мне такой не нравишься. Стань другим. И у человека, особенно когда он говорит, ну, не болей. Как будто я сознательно выбрал заболеть для того, чтобы получить какие-то блага, поддержки и так далее. Как будто это зависит от моей воли. Как будто я осознанно выбрал вот эту вот тяжелую стезю. Я выбрал болеть. И это может разлучать очень так. Особенно, особенно есть такой момент, который прям ни в какие рамки, конечно, не лезет. Он сейчас так распространен, когда люди используют какие-то поп-знания для того, чтобы выносить, ну, выяснять, говорить причину. Ты заболела из-за того, что ты, ну, как это, неправильно жила. Или ты заболела из-за того, что ты сделал так-то. А я же тебе говорил, что надо есть, что надо спортом занимать. А вот это вот, а я же говорил, это же тоже обесценивание, да? Это даже хуже, наверное, чем обесценивание. Здесь мы рассматриваем еще одну сторону, особенно, когда мы утешаем другого человека, оказываем ему, пытаемся оказать ему поддержку, мы в первую очередь думаем о себе. Мое чувство вины, что я недоглядел, недообъяснил, недопредостерег. И вот это «я же тебе говорил», оно как будто снимает вот это внутреннее чувство вины. Я сделал все, что мог. При этом я думаю не о том, чтобы облегчить состояние другого человека, а о том, чтобы себе облегчить жизнь. А у меня как будто, вот знаете, по ощущениям не про чувство вины пришло, а про некую гордыню. Вот «я же говорил», «я же прав оказался». Понимаете, вот тут вот… Ну, уже можно быть. Ну, вот здесь вот очень важно разделять, кому мы пытаемся помочь. Иногда бывает, что чувство боли другого человека оказывается настолько для меня сложным, что я всеми правдами и неправдами, осознанно и неосознанно пытаюсь обесценить проблему другого человека, чтобы себе внутри сказать, «Ну, это не так больно, и ты так сильно не переживай». То есть я думаю о себе. Мы боимся вовлеченности в это. Страдания другого человека настолько могут быть для нас сложными, что мы как будто пытаемся нивелировать реальную проблему и ее немножко обесценить. Получается, отвлекаем другого, ну, действительно, человека, который в проблеме, для того, чтобы отвлечься самому от этой темы и облегчить свое состояние? Может быть, отвлекаем, а может быть, себя успокаиваем, что-то не так страшно, ты не переживай. Вообще мы боимся боли, душевной боли. Мы стремимся избежать эту душевную боль, мы стремимся как-то облегчить себе состояние. Ну, опять-таки, возвращаясь к тому, что мы к этому не приучены, нас никто не... Мы, вот как говорят многие мои гости, говорят, что наше поколение постсоветских людей, оно прям вот очень прилично травмировано в разных направлениях, и в том числе вот это вот послевоенное, не дать ребенку почувствовать горе, почувствовать боль, максимально его занивелировать, отвлечь и так далее, привело к тому, что нет умения проживать эту боль. Там еще, вот в послевоенное время, там еще мы можем говорить не только, что мы не давали проживать, что мы вообще блокировали эти чувства, потому что на войне нет возможности оплакивать каждого погибшего. У нас психика на это не может пойти, она не может это выдержать. Это огромное страдание, это серьезная душевная работа, расставание с человеком. И один из защитных механизмов нашей психики – это просто выключение всего, вымораживание чувств. Я становлюсь бесчувственной. Вот про защитные механизмы психики. Вот очень хорошо, что вы эту тему затронули, потому что хочется дать какой-то, я не знаю, островок надежности или какую-то подпорку тем людям, которые все-таки очень хотят, понимают, что они этого хотят, оказывать эту поддержку. И сказать им о том, что у этих людей, оказывающих помощь, тоже есть своя психическая защита, и что она тоже не позволит им упасть в то состояние. Я вот правильно? То есть они не будут вовлечены настолько, чтобы заболеть самим. Вот об этом. Но опять-таки это зависит от состояния психики. Если человек нормальный, именно в плане психического здоровья, если он нормальный, адекватная самооценка, если он нормальный, сам принятый, он чувствует, что он любимый, значимый для кого-то, то у него очень устойчивая психика. У нас вообще у психики очень много защитных механизмов. Мы так себя хорошо поддерживаем сами. Вот я как раз об этом, да. Но если мы сами травматики, если у нас были проблемы с долюбленностью, недолюбленностью, то это сложно. Оказывать помощь самим тоже сложно. Выдерживать страдания другого человека. Это про взрослость, про самостоятельность, про самодостаточность, про умение любить себя самим до такой степени, чтобы действительно самим хорошо стоять на ногах. И уметь подставлять плечо. Помогающему нужны внутренние ресурсы. Он должен быть достаточно крепок, внутри благополучен, чтобы принять на себя поддержку другому человеку. Хорошо. Вот если возвращаться об этих самых меропезопасности, вот вы сказали, обесценивать нельзя. Что еще? Что мы говорим друг друг другу, предполагая, что нас слышат определенным образом, а при этом может быть контекст услышанного совсем другим. Ну, допустим, такая распространенная попытка поддержки, но ты не выглядишь больным. При этом мы предполагаем, говорящий предполагает, что таким образом он пытается ободрить человека и сказать, что... Комплимент сделает. Как будто бы у тебя там что-то хорошо, а ты хорош. А что слышит человек, который действительно болен, который знает свое состояние? Вот дайте попробую предположить. Ну, я вас всех тут пытаюсь надуть. Да. Как будто меня обвинили в том, что я симулирую болезнь. Это очень обидно. И это обидно. Это же может быть защитная реакция. Защитная реакция – это может быть агрессия. Как-то резко можно ответить и попытаться себя защитить таким образом. Поэтому можно попробовать, если уж вам так хочется, подчеркнуть, что человек как будто бы выглядит неплохо, так сказать, ты хорошо выглядишь сегодня, а как ты себя при этом чувствуешь? Сказать, что есть одно, и при этом я вижу твои старания для того, чтобы выглядеть как-то хорошо, держать себя в руках, но мне при этом важно, что с тобой реально происходит. Я не только внешнюю картинку вижу. Допустим, вот такое. А если фразу, что вот такая тоже она используется, ты сегодня гораздо лучше выглядишь? Уточните, как ты себя чувствуешь при этом, чтобы не возникло картинку. Ошибка, да, и реальность. Очень распространенная у нас ошибка, очень распространенная фраза. Я понимаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты чувствуешь. Вот это я понимаю. У меня уже вот поднимается, понимаете? Да, я веду терапевтические группы, и в том числе там люди рассказывают о каких-то своих сложностях, переживаниях и так далее. Я просто вижу в реальности неоднократно, как оно работает, когда кто-то пытается сказать, я понимаю, у меня тоже было так. Вот это возникает, ну, практически всегда, это будет реакция открытой агрессии. Вплоть до того, что... Да ни черта ты не понимаешь. Ты не знаешь, каково оказаться в моей шкуре. Если силы есть, у нас гнева много. Если мы усталые, больные, то... Слезы. То слезы будут. То это может быть слезы, а ты не понимаешь. И вот это вот состояние беспомощности, которое у нас возникает, меня не понимают, значит, я остаюсь опять в одиночестве. Поэтому я знаю, я понимаю. Даже если было у нас что-то похожее в биографии, оно было в других условиях, в другой семье, в другом контексте. Конечно. И это иллюзия понимания. Поэтому лучше уточнить у человека, как тебе, что с тобой происходит. Расскажи. Это вопрос про расскажи. Еще одна такая фраза. она часто встречается, когда мы слышим о том, что действительно у человека какие-то серьезные потери. Умер кто-то из близких. Ну вот, что-то такое. И пытаясь поддержать, мы говорим, скажи, если тебе что-то будет нужно. Я сочувствую. Мне очень жаль, что так произошло. Соболезну. Скажи, если тебе что-то будет нужно. Очень часто человеку, которому реально нужна помощь, он настолько обессилен вот этими своими переживаниями, страданиями, сложно попросить даже помощи и выбирать, что мне нужно, мне действительно что-то нужно. Но чтобы это могло быть легче и лучше воспринимается, когда вы конкретно оцениваете свои силы и предлагаете что-то конкретное. Да. Я могу зайти в магазин, там что-то купить, привезти тебе. Я могу сходить вместе с тобой. Иногда это бывает нужно. Вместе с тобой сходить в какое-то социальное, в какое-то служебное. Я могу побыть с тобой сегодня, там посидеть с тобой, быть рядом. Иногда это бывает, вплоть до того, что если это действительно близкий для вас человек, близкая подруга, близкий друг, я могу переночевать с тобой. Потому что человеку в таком состоянии бывает сложно остаться одному, допустим, в квартире. Ему нужно, чтобы о нем кто-то позаботился. Или у нас было такое, что буквально вот смс-ка прилетела, я свободен, я на машине. Это была фраза поддержки. И это было очень важно, потому что там действительно нужно было много в какие места съездить. И это было, это реально. Не просто, если что, обращайся. Это может быть помощь с деньгами. Я могу. У меня есть возможность тебе помочь, там, либо в долг, либо как-то помочь. То есть, помощь должна выражаться конкретно, что ты, что я реально могу сделать. Все-таки, и все-таки вот эта фраза, если что, пиши, что тебе нужно, она все-таки не до такой степени травматичная, как вот те, которые были до нее, по поводу того, что я понимаю, о чем ты, что ты чувствуешь, или не боли, не переживай. Она не ранит, но она не очень эффективна. Вот и вот, неэффективна, да. Интересно, иногда встречается фраза, ну, допустим, если это, ну, какая-то сложная болезнь, тот же самый коронавирус. Мы встречались с таким оборотом, ну, хотя бы это не рак. Такая очень своеобразная форма поддержки. Да. Нам кажется, что мы говорим, это не самое худшее, что с тобой могло случиться. Воспринимается это так, что то, что с тобой случилось, это ерунда. Это не стоит таких вот переживаний. Вот если бы это был рак, если бы это была онкология, допустим, то переживания, они были бы более уместны. То же самое обесценивание. И здесь можно просто поговорить с человеком, если у вас есть такое расположение. Это может быть, я понимаю, что тебе сейчас, наверное, очень сложно. Наверное, бывают какие-то мрачные мысли, да, что тебе помогает справиться, да. Я готов с тобой поговорить об этом. Расскажи, что произошло. Иногда это бывает уместно. Но тут очень важно слышать, человек готов разговаривать, есть ли у него силы. Или ему достаточно вот то, что он увиден, услышан, и его можно на этом пока оставить в покое. Тут тоже важно смотреть. Такие фразы, как «Ты сильно это справишься». Это вообще ужасно звучит. «Вот увидишь, снова, скоро все будет хорошо». Или такая, часто встречается, «Все будет хорошо, я узнавала». Человек на себя доспехи Бога просто примеряет. Именно. Да, вот так и хочется спросить, а ты с кем консультировалась? У тебя есть прямая связь с небом? Да, и при этом предполагается, человек говорит, что «Я верю, что у тебя этот тяжелый период пройдет». Ему кажется, что он сказал таким образом и таким образом он поддержал. А слышится на той стороне «Мне так сложно быть с тобой сейчас. Я ухожу, оставляя тебя с этим высшим силам. Да, они там о тебе позаботятся. Но мне невозможно это выдерживать. Я отшучиваюсь. Я от тебя покидаю». И вот эта фраза «Я с тобой, я с тобой, чтобы не случилось», она здесь оказывается гораздо больше поддержкой, гораздо более эффективной и ожидаемой. Она простая и честная. Да, да. Такая же простая и честная, когда мы не знаем, что сказать. Не приходит у нас на ум никаких умных фраз, никаких хороших формул, ничего из того, к чему можно готовиться заранее. Но искренняя и честная фраза «Мне очень хочется тебя поддержать, но я даже не знаю, как это сделать. Мне просто хочется быть с тобой здесь». Вот это честное, что я не знаю, что сказать. Но я хочу тебе помочь. Вот в этом смысле тоже я где-то в какой-то статье читала. Хороший был тоже инструмент предложен, что можно к человеку подойти и прямо сказать, спросить, «Я очень хочу тебе помочь, скажи, как я могу это сделать?» Что именно для тебя будет поддержка? Потому что, да, кому-то это материальная помощь, кому-то… Лучше перечислять, прямо говорить, Да, 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 да. Что можно там? Помочь кто-то, да? То есть прямо вот спросить, чтобы человек мог выбрать. Да, нужно предложить выбор, потому что сил выбирать и сфантазировать, что нужно, часто вообще не бывает. То есть мы, собственно говоря, опять-таки здесь говорим о том, что, во-первых, без сарказма, без какого-то юмора, да? Ну, тут уж точно юмор не уместен, да. И честно, с демонстрацией своих искренних чувств к человеку говорим о своих конкретных предложениях. И здесь еще очень важно подходить к этому ответственно. Да. Если уж вы пообещали что-то, то это точно то, что в ваших силах. Что вы реально можете выбрать день, чтобы поездить с человеком, походить с человеком. Что вы реально можете подложить эту сумму. Что вы реально можете приготовить себе, не знаю, что, покормить его ужином вечером. То есть у нас еще есть одна запрещенная фараза «Все будет хорошо» для больного человека или для человека в горе. Если человек знает, что у него уже точно не будет ничего хорошо с этим конкретным человеком, если он расстался, если это, ну, такая, нет надежды, что восстановится этот брак, или... Что заболевание куда-то денется. А живет эта собака. А живет эта собака, да. Да. Куда-то уйдет хроническое заболевание опасное. Что все будет хорошо, это, опять-таки, я не хочу слышать о том, что у тебя все безнадежно. Я не готов с тобой оказаться. Мне плохо от того, что у тебя такая проблема. Мне слишком больно, и я хочу быстрее от этого убежать. Если ты воспитанный человек, тебе и так плохо. Но если ты воспитанный человек, ты меня отпускаешь и вообще не даешь мне дальше быть вот в этой моей боли. Ты с ней справишься сам, ты выбираешь свое одиночество, ну, потому что мне иначе будет очень плохо. А вот смотрите, вот в этой ситуации дилемма, когда человек, допустим, поняв, послушав нашу передачу, почитав самостоятельно какую-то литературу, поняв, что у него нет достаточно сил, чтобы вот эту поддержку оказать, лучше вообще остаться в стороне. честно посмотреть, что с вами творится, оценить свои силы. Вам действительно хочется поддержать этого человека. Вот так идти и оказывать поддержку хотя бы через слова «Я рядом», «Я могу с тобой побыть», «Я сочувствую», «Я хочу разделить твою боль, твою утрату». Ты справишься, да. Такие слова я помню даже в отношении себя, даже когда какая-то не очень серьезная болезнь, они все равно, ты же находишься внутри нее, в любом случае эти слова звучат не в унисон точно, они дисгармоничны. А что же говорить о людях, которые находятся в тяжелых каких-то состояниях, да? Вот такая фраза поддержки тоже у нас случалась, встречалась. «Я бы не так не смогла, я бы давно умерла». Это такое неприносимое страдание, что я бы вообще не справилась. Какой-то сложный развод, какие-то сложные обстоятельства жизни. Нам кажется, что мы говорим, ты такая сильная, ты такой сильный, ты справляешься. А на самом деле? А на самом деле мы говорим, да вообще тут не имеет смысла жить. Умирай. Оно вообще такое жесткое. Я бы умерла. Значит, и тебе что остается делать? Команда 10, собственно говоря. Умирать. Такая поддержка. Или, может быть, такая поддержка, как Бог не дает человеку больше, чем он может вынести. Нам кажется, это такая ободряющая фраза, что страдания, они не бесконечны. А у слушающего, услышавшего такое, ну, во-первых, я встречала такое, что возникает вопрос, а ты с ним посоветовался? Тебе Бог это сам сказал? Откуда ты такой всезнайка? Знаешь что-то о моей судьбе? И это слышится, как ты должен страдать. Тебе нужно это вынести. Ты в чем-то виноват. Раз тебе дали это страдание, значит, да. Тебя испытывают. Да, так сейчас и модно даже говорить, подумай, зачем тебе это надо? Зачем тебе это дали? Да. То есть я такой эксперт по человеческим судьбам. У меня прямая связь с высшей силой. Через меня такое гурство не идет от слова гуру. Да, подумай, сын мой, что ты сделал не так. И контекст там, подтекст всегда один, что ты делаешь что-то не так. Ты не такой. Ты неправильный. Тебе нужно измениться. Но это опять-таки для человека звучит, как меня, таким, как я есть. Меня не принимают. Я такой не нужен. Она какая-то вообще закапывающая, эта фраза, на самом деле. Как уж могу, закапывающая. Есть еще такой вид слов, которые мы слышим и которые у нас очень болезненно отзываются, когда нам нехорошо. Когда мы в состоянии, да, либо переживания утраты, либо болезни, забей. Безценивай. Да, расслабься. Не обращай внимания. Вот это. Вот как с этим быть? Ну, опять-таки, оно трактуется, как то, что со мной происходит, тебе не кажется, вот слушающей стороной, то, что со мной происходит, тебе не кажется значимым. ты уменьшаешь мои проблемы, они для меня реально небольшие и сложные, мне от этого плохо. Ты как будто говоришь, не чувствуй то, что ты чувствуешь. Отнесись к этому легко. Я не могу, мне трудно, мне больно. Я должен сама себе сказать, а, это ерунда. Но я не верю. И вот это ощущение, что меня не понимают, меня вынуждает обманывать и саму себя, и другого человека, это как будто принуждение. Ну, скажи, что тебе легче. Да. Забей. Ну, скажи, что это ерунда, это пустяк. И нам с тобой сразу обоим станет легче. Мне, главное, станет легче, когда ты перестанешь страдать. Тебе, может быть, и нет, а мне точно полегчает. Да. Это достаточно эгоистичное. Забей это эгоистичное послание. Да. Не делай мне грустно из-за того, что тебе больно. Не делай мне грустно из-за того, что мне больно. Из-за того, что тебе больно. Да. Я просто, знаете, вот у меня есть потребность просто зачитать вот эти фразы, которые не должны звучать. Вот из разных источников. Да. Вот это забей, расслабься, не обращай внимания, извини, там, ой, подумаешь, какая ерунда. Вот у Сидорова вот это у него проблема. Это сравнение. Да. Потом, да ладно, прямо плохо тебе. Делай вид, что все хорошо, и все будет хорошо. Вот это вот. Вот это вот. Посылай во Вселенную намерение о том, что тебе хорошо. Ну, вот. Гурстование, спиртная позиция. Да, да. Потом, а я вот так не делаю, я молодец. Потом опять-таки то, что мы с вами говорим, я же тебя предупреждал, или я тебе говорила, что так и будет, да. И, как говорит один мой очень хороший знакомый, что мне теперь делать с этой информацией? Я безупречна. Это не про тебя речь, а про меня. Дальше. Сам виноват или виновата. А что ты ожидал, ничего хорошего и быть не могло. Вот как ты хотел, так все и получилось, да. Вот тоже все это обесценивает. Ужасно человека просто. Это и обесценивает, это еще и умножает страдания человека. Ему и так плохо. А тут ему еще говорят, это тебе по делу. Правильно. Все-таки существует достаточно серьезная опасность у человека, который оказывает помощь, упасть вот во все эти вот ловушки попасть, да. То есть, а, мы должны быть очень эмоционально настроены на помощь. Мы должны понимать, что у нас есть для этого ресурс. Мы должны включить весь свой возможный такт, всю свою действительно любовь не к себе, ну вот в этой ситуации, а к человеку, для того, чтобы почувствовать его, да, боль, почитать литературу, послушать передачи какие-то на эту тему, чтобы не вляпаться вот в одну из вот этих вот банальнейших, казалось бы, но невероятно болезненных фраз и удержаться от того, чтобы причинить человеку близкому боль. И еще к тому же, мы же можем, это нормальная, да, реакция, нарваться на агрессию. Ну да, да, да. Вот этот может еще и конфликт возникнуть. Это очень и очень деликатная тема. Если уж мы хотим поддержать, то нужно быть невероятно осторожным, честным, искренним, но очень и очень осторожным и деликатным. Что делать человеку, если, который на той стороне, где боль, вот где болезнь или где утрата, если вот эту боль ему все-таки причинили? Вот как, как, что, как это из этого выбираться? И так плохо. А мне тут еще добавили. Один из самых действенных инструментов работы с чувствами, в том числе с негативными чувствами, это признавать, что они у тебя есть. Если ты почувствовал, что тебе обидно, можно себе сказать, мне обидно это слышать, мне сложно это слышать. Это не обязательно говорить собеседнику, потому что, ну, возможно, он действительно искренне хотел помочь. Но признать, что тебе стало хуже, признать свое вот это вот ухудшение своего состояния, оно уже помогает немножко взять контроль над ситуацией. Я могу контролировать свое состояние, я понимаю, что мне стало хуже, я это называю. Мне стало не очень комфортно. Либо обидно, либо я раздражен таким советом, таким посланием. Ну, этому собеседнику тоже, наверное, можно вслух это проговорить, в принципе. Или это бесполезно? Можно сказать, что мне некомфортно это слышать. Можно попробовать сказать, не обвиняя. Ну, ты понимаешь, я тебя слушаю, но мне становится это не очень хорошо. Это опять про честность, но это про очень хорошую, очень хорошую связь с собой. С собой. Да, что я действительно чувствую, я разделяю, я понимаю свои чувства. это то, что мы говорим, это эмоциональный интеллект, я понимаю, что со мной происходит. Это саморефлексия такая, она непростая. Но если вы чувствуете, что вы общаетесь с этим человеком, и вам сложно, или это бывают такие слова, охотливые собеседники, которые надеются, что они вас отвлекают, а на самом деле незаметно начинают говорить о своих проблемах, думают, что они так отвлекают внимание, а у вас силы уходят от этого, можно просто сказать, извините, я не готов сейчас поддерживать этот разговор, спасибо за намерение поддержать, но мне нужно чем-то заниматься или как-то уйти. То есть, можно прерывать разговор, если он вам не по силам. Если мы говорим о двух, ну скажем так, позициях, да, человека, который оказывает поддержку, я уже проговорила, что нужно иметь в виду, очень и очень аккуратно, деликатно, и во вторая позиция, человек, который получает эту поддержку, все-таки мы возвращаемся к тому, что вот эта связь с телом, связь с пониманием себя, своей души, своих эмоций, она просто здесь, ну в каком-то смысле слова, и спасательна, спасительна. Мы же не можем себя обезопасить от тех людей, которые могут нам что-то сказать. Это есть такое, что мы чувствуем себя, немножко обязанными тем, кто о нас пытается позаботиться. Он же хочет что-то хорошее мне сделать. Я берущая, он дающий, но иногда бывает, что нам дают не то, что нам надо. Мы имеем право от этого дара отказаться и защититься. Вот это прекрасные слова, да. Я имею право не принимать помощь, которую я не чувствую, как помощь. Да, не принимать то, что вы мне даете, потому что мне это не подходит. Мне это сейчас не нужно. И это совершенно нормально. Да. Спасибо большое, Кузель Льдусовна. Я надеюсь, что мы сегодня в этой передаче обратили ваше внимание на очень важные аспекты, связанные с деликатностью, с продуманностью, с не напускным, а истинным вниманием к тому человеку, которому эта помощь нужна. И, естественно, жизнь не так устроена, что мы можем меняться местами. Сегодня мы здоровы, завтра может быть все, что угодно. Мы должны понимать, что люди чувствуют с обеих сторон для того, чтобы быть в этом максимально эффективными, вот как бы максимально полезными и помогающими друг другу. Это волшебная фраза. Я сочувствую, я с тобой, я рядом. Это иногда бывает самая лучшая поддержка. Да, посидеть рядом, просто находиться рядом. Согласна совершенно с вами. Не убегайте, если другому человеку плохо. Если у вас есть его. Да. Еще раз спасибо вам большое за беседу. Вот такой у нас сегодня получился разговор. Непростой. Спасибо всем за внимание. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok